В Верхневолжье стартовала выдача бесплатной школьной формы для детей из многодетных, опекунских и приемных семей. В настоящее время школы уже получили порядка 6 тысяч комплектов. В среднем в сутки отгружается порядка тысячи комплектов. Бесплатная форма для школьников из многодетных семей – это региональная мера поддержки, которая реализуется в Верхневолжье по инициативе губернатора Игоря Руденя в рамках нацпроекта «Демография». Комплекты представляют всем учащимся из многодетных семей с 1 по 11 классы. При этом, если старший ребенок уже окончил школу и учится на дневном отделении в колледже или в УЗЕ, то семья не теряет права на данную меру поддержки, пока старшему не исполнится 21 год. Одними из первых получателей формы стали ученики Центра образования имени Александра Отращенко. Для девочек это сарафан, юбка, пиджак и блузки. Для мальчиков это брюки, пиджак и рубашки. Много многодетных в школе? Вот сейчас мы получили 119 комплектов, но это чуть больше половины. Вообще у нас около 300. Но сейчас приходят новые первоклассники, поэтому будет за 300. Чтобы ребенка включили в список на бесплатную выдачу формы, родителям необходимо обратиться в школу и свериться с реестром. Муниципалитеты собирают данные со всех своих образовательных учреждений и затем в списки направляют в Центр выплат «Тверская семья». Собранные комплекты развозят в районы, которые самостоятельно определяют места выдачи. В случае, если школьная форма не подошла, ее можно будет обменять. У Анастасии Фармихиной все оказалось точно по размеру. Я уже второй год получаю форму, и я очень рада, что есть такая возможность получить форму, которая будет идеально подходить под нашу школу и в целом, а также значок Тверской области, то есть символика как раз-таки нашей области, нашего края. Напомним, что в 2022 году школьную форму в Тверской области бесплатно получили 23 904 ученика. По поручению губернатора в перечень включены опекунские и приемные семьи с тремя и более детьми. Также будет обеспечена помощь в подготовке к школе детям, прибывшим в наш регион из Донецкой и Луганской народных республик.